Образовательные учреждения региона продолжают подготовку к новому учебному году. Во многих школах и детских садах сейчас вовсю идут ремонтные работы. В этом году на обновление классов и кабинетов администрация Ненинского округа выделила беспрецедентную сумму – порядка 120 миллионов рублей. Капитальный ремонт проведут сразу в четырех образовательных организациях, в остальных – косметические, а в некоторых заведениях приема детей уже все готово. Подробности расскажет Александра Литкова. Здесь у нас проведена гидроизоляционная лента, заведена под стенки, под парапеты, все спаяно, чтобы не было щелей и протечек. К реконструкции крыши детского сада «Семицветик» приступили еще в середине июня. Подрядчик справился с работой на отлично и даже раньше срока. Это одно из трех дошкольных учреждений, где в этом году проводится капитальный ремонт. В детском саду «Семицветик» капитальный ремонт впервые с 2009 года. В 2018 году новый проект по гидроизоляции, теплоизоляции кровли. Применены были новые технологии, такие как «Техноплекс», «Технониколь» и другие. Будем надеяться, что протечек кровли не будет, и этот ремонт пройдет на долгие годы. На проведение капитального ремонта в здании детского сада направлено более 5 миллионов рублей. По словам руководства учреждения, все работы практически выполнены. Осталось заменить проводку пожарной сигнализации и светильники в каждом кабинете. А это третья городская школа. За летние месяцы строители отремонтировали крышу, покрасили стены и потолки в классах и столовой. «На сегодняшний день в основном здании школы полностью закончены все ремонты. То есть осталась самая малость – это расставить цветы, повесить занавески. Во втором здании у нас будет осуществлен ремонт пожарной сигнализации. То есть сейчас на данный момент разработана проектно-сминтная документация. Если будут выделены деньги, то мы надеемся, что до сентября месяца мы тоже там все сделаем». В этом году на создание в образовательных учреждениях доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья из бюджета региона было выделено 17 миллионов рублей. Специальные пандусы и конструкции в ближайшее время появятся в Ниньском агро-экономическом техникуме и в трех городских школах, в частности имени Перерки. Все необходимое оборудование уже закуплено и частично установлено. «Размещены возле каждого кабинета таблички указателей. На входе в школу также размещена таблица указательная с шифтом браиля. В школе будет установлен стенд информационный, который позволит найти любую информацию как для слышащих, так и для слабовидящих. Людей, которые попадают на территорию школы и получить необходимую информацию. Также будут продолжены работы по ремонту». Как отметили в профильном департаменте, приемка учебных заведений завершится 17 августа. Исключение составит детский сад в поселке Красное. Там капитальный ремонт продлится до октября. «Всего в этом году мы предусмотрели беспрецедентное количество средств. Это 120 миллионов рублей. И у нас есть деньги на текущий косметический ремонт для всех образовательных организаций. Там сейчас везде выполняются ремонты. Кроме этого, мы капитально ремонтируем детский сад в поселке Красное. На прошлой неделе там были, там ведутся очень масштабные работы. То есть вся внутренняя начинка здания будет обновлена». Выдавать заключение о готовности школ и детских садов региона к новому учебному году предстоит специальной межведомственной комиссии. В ее состав традиционно входят сотрудники профильного департамента, а также представители Роспотребнадзора, МЧС, МВД, ФСБ и администрации муниципальных образований. Александра Литкова, Владислав Носкин, Антон Ведряков, Телеканал «Север».